МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы верите, что сейчас апрель? Апрель в Челябинске, между прочим. Я прямо не знаю, куда деться от восторга. Дедушка, я, пожалуй, в пучину. Пучину творчества. И с вами программа «Молодежный проспект» и я ее ведущая Белка Фролова. Сегодня в выпуске мы зарядим вас духом победителей. Вместе с вами познакомимся с настоящей кудесницей. Побываем на нашествии мастеров. Хвастаться, конечно, некрасиво, но если не часто, и только своим, вы ведь своим. Программа «Молодежный проспект» заняла первое место в международном фестивале-конкурсе «Планета-медиа» в номинации «Информационно-развлекательная программа». И вообще весна у нас урожайная выдалась. Буквально на днях с конкурса «Студенческий ТЭФИ» вернулась декан факультета журналистики ЮРГУ Людмила Петровна Шестеркина со специальным призом за вклад в развитие профессионального образования в области телевидения. Горжусь, что учусь на таком факультете. А вообще телевидение делает много людей, и многие остаются за кадром. Вот, например, оператор нашей студенческой телекомпании. Вы его никогда не видели. Для меня мир через объектив, он всегда разный и всегда настоящий. Я недавно подумал о том, что, наверное, я не смог бы заниматься ничем другим. Если я бы не зарабатывал видеосъемкой, я бы не зарабатывал этим, я бы снимал просто так. Меня интересует просто сама жизнь, потому что именно она и есть самая интересная. И находить красивое в обыденном – это то, что мне подходит. В рамках проекта съемок на Цинковом заводе, проекта «Человек труда» задача нашей команды была в том, чтобы через завод, через окружение показать «Человека труда», обычного парня, который работает на этом заводе. И вот этот контраст между рабочей пчелкой этого Цинкового завода, этим работником и огромным механизмом, огромной машиной завода, мне он очень понравился. Этот фильм прошел на ТЭФе, на студенческой ТЭФе, как фильм номинации «Операторская работа», что, конечно, для меня является очень приятным фактом. Свою операторскую деятельность я начал на ЮРУ-ТВ. Я уже работаю здесь больше четырех лет. До этого я занимался фотографией, я учился в фотошколе ЮРУ, снимал различные репортажи. И, наверное, это дало мне такой толчок в развитии. Я понял, что, в общем-то, я могу заниматься и репортажной, новостной съемкой на телевидении. Рисовал я всегда. Рисовал я всегда, и у меня мама до сих пор рассказывает о том, что я был самым беспроблемным ребенком, потому что со мной не надо было заниматься вообще. Со мной не нужно было играть, мне давали листочек и карандаш, или что-то такое, и все. Я пропадал на полдня, я рисовал, мне абсолютно ничего больше в этой жизни не нужно было. Я очень много рисую гор. Я не сказать, что большой любитель ходить по этим самым горам, путешествовать. Мне нравится само ощущение, когда я наблюдаю пейзаж вокруг. Я почему-то, не знаю почему, я чувствую себя человеком. Я начал заниматься гитарой в школе, мне это просто нравилось какое-то время. Потом я начал заниматься бас-гитарой. Вообще для меня играть на разных музыкальных инструментах огромное удовольствие. Именно учиться на них играть. Это деятельность, которая совершенно не связана ни с фотографией, ни с видеосъемкой, которой я занимаюсь в рабочее время. В свободное время, кстати, я ее еще и фотографирую. У меня есть очень, по моему мнению, очень хороший инстаграм. Это некая записная книжка визуальных образов, которые я использую. Я потом очень много идей использую в съемках. Я стремлюсь к тому, чтобы моя работа могла что-то изменить. Это чью-то судьбу, положение вещей. В лучшую сторону, разумеется, на мой взгляд. И вот если моя работа влияет на кого-то, это самое лучшее. Это значит, я свою цель я достигну. Ну, а еще у операторов очень мало времени, так что спасибо за внимание, но мне пора на съемки. А знаете, что я прячу? Подарок для нашего оператора. Только его оформить надо. Открыточку там хорошенькую подобрать, коробочку. И, кстати, я знаю, к кому за этим обратиться. Привет! Сегодня мы с вами сделаем открытку, весеннюю открытку, которая вдохновлена цветами лаванды и прекрасным солнечным листом. Комната Екатерины напоминает яркую оранжерею. Цветы окружают ее не только на столе, но и на изделиях ручной работы. Самостоятельно творить вот такие поделки Катя начала еще в школе, когда создала свою первую открытку. 8 лет назад я решила подарить своей маме открытку на день рождения. Пришла в магазин и увидела, что те открытки, которые продаются там, достаточно простые и банальные, и все миллион раз их уже видели, и ничего нового и интересного у них совершенно нет. Я подумала, что такую же открытку можно сделать своими руками. Пришла домой, купила бумаги красивые и действительно сделала своими руками в сто раз лучше, чем то, что было в магазине. Я стала интересоваться другим направлениям, узнала, что это называется с крабутами, и по сей день я делаю эти прекрасные открытки. В копилке Екатерины более сотни поделок. Открытки, альбомы, праздничные венки и интерьерные изделия она мастерит не только для себя, но и для других. Изначально я делала открытки для родных и для друзей, но постепенно все это переросло в нечто большее, в мини-бизнес. Однажды я сделала, как всегда, альбом своей подруги с фотографиями, просто красиво украшенный, и она показала все это своим родственникам, своим друзьям, они увидели, восхитились, сказали, что хотим такой же, пришли ко мне, и это был мой, собственно, первый заказ. Поняв, что ее любимое занятие начинает приносить ей доход, Катя решила рекламировать себя как хендмейд мастера. Прошло несколько лет, прежде чем я поняла, что это действительно мне очень нравится, я хочу этим заниматься серьезно, и я решила создать несколько аккаунтов в социальных сетях, группу ВКонтакте, также аккаунт в Инстаграме, где я показываю, какие работы у меня уже сейчас есть, чтобы люди понимали, чего от меня ждать, мой стиль. Также я решила, что мне было бы очень интересно поработать также в Перископе, то есть достаточно популярная сейчас социальная сеть, и я хотела, чтобы люди видели действительно оборотную сторону всего этого процесса, чтобы увидели, как много действительно я любви вкладываю в то, что я делаю, и, может быть, приняли в этом участие и смогли также повторить это у себя дома. Проводя онлайн-трансляции, Екатерина задумалась о том, что ее хобби тесно связано с ее будущей профессией – журналистикой. Поэтому она купила себе профессиональный фотоаппарат, открыла канал на Ютубе и начала записывать домашние сюжеты по изготовлению поделок. На моем канале уже более 10 видео, началось все с того, что я смотрела некоторые ролики про скромбутинги, они мне все оказались очень сложными и скучными. Я подумала, что я смогу сделать что-то гораздо более простое и столь же красивое. Я не собираюсь сейчас останавливаться на этих 10 роликах, хочу, чтобы мои видео вдохновляли людей, и они могли легко повторить это у себя дома. В планах у Кати начать записывать видео еще и на английском языке. Она хочет, чтобы процессы ее работы смогли понимать не только русские, но и иностранные поклонники скраббукинга. А сейчас, мои дорогие, я вам загадочку загадаю. Где у нас в Челябинске одновременно красиво, вкусно и полезно? Где-где? Правильный ответ вы узнаете в следующем сюжете. Хендмейд – то, что сделано своими руками. Сегодня становится все более популярен. Эксклюзивные вещи в единственном экземпляре преобладают над масс-маркетом. Столь же оригинальной идеей стало собрать всех талантливых людей и любителей вещей ручной работы в одном месте. Чья маркет – это совершенно новый формат для Челябинска. Ровно год назад обычные девушки Юля Смолина и Кристина Садова провели первый маркет такого формата. Идея пришла даже не спонтанно, она очень долго вынашивалась, потому что мы следили за Москвой, за Екатеринбургом, за Питером. И у них очень много проводится маркеток, различные тематики, различные направленности. А у нас как-то в городе не было ничего прям такого, чтобы мы могли сами пойти и сказать, да, здорово, нам так нравится. Ну вот получилось то, что получилось, формат оказался очень таким необходимым городу, был очень большой отклик от дизайнеров, да, от разных там мастеров, хендмейда, которые давно искали какую-то площадку. Важная черта данного маркета – благотворительность. Вход для гостей стоит 50 рублей. Все деньги с покупки билета идут на помощь больным детям. Каждый раз организаторы стараются внести что-то новое и разнообразить маркет новыми участниками. В этот раз свое хобби представили дизайнеры из Челябинска, Екатеринбурга, Уфы, Перми и даже из Крыма. Начинающий дизайнер Елизавета Игнатьева представила свою коллекцию украшений. Мне очень нравились всегда бисерные колье, и мне подружка предложила сделать. Я посидела и подумала, почему она мне должна делать, когда я в принципе могу сама это сделать. И как-то вот пошло сначала с бисером, я очень много работала, и вот постепенно-постепенно перешла вот на такое. Постоянно развивает что-то новое. Что бы посоветовать, допустим, такой девушке, как я? Ну, вы блондинка, я бы вам посоветовала серьги, например, Сваровские. Это либо цвета Лавандер Прованс, они бы играли бы на вас. Либо всем стандартные, как на мне, это Кристалл Сваровский. Под любой комплект, под платье, под ваш сейчас образ. То есть на любой выход. Еще одной задумкой организаторов стало проведение мастер-класса для гостей маркета. Для девушек это бьюти-зона, где волшебницы стиля подберут для вас новый макияж и прическу. Я могу проконсультировать девушку, как сделать макияж за пять минут, какие тенденции сейчас актуальные в макияже. И просто общение, наверное. Хочется внести каких-то ярких красок, образы девушек. Ну и поднять настроение. Для сильной половины человечества стрижки от мастеров барбершопа. Тоже своеобразные работы руками. Делать мужчин красивыми посредством модельной стрижки и дизайна бороды. Почему в контексте фактически женского мероприятия вы решили стричь мужчин? Потому что где женщина, там всегда мужчина. А где красота, всегда рядом красивые мужчины. А мы за красивых мужчин и за красивых женщин. Как вы. Спасибо большое. Пожалуйста. Я тоже решила окунуться в мир хендмейда и приобрести для себя милую безделушку. Помимо дизайнерских вещей, здесь можно было продегустировать полезные продукты и органическую косметику. Как вам сегодняшнее мероприятие? Отлично. Я первый раз. Мне очень понравилось. Что-нибудь сегодня купили? Да. Полный пакет, полная сумка. Я сегодня не ушла без покупки. Сразу же ее одела. Здесь племянница. Я знаю, что тут для детей очень большой выбор товаров. Вот. Хочу что-нибудь хорошее настроение приобрести. И очень хочу урожать себе пастуру. Еще один приятный сюрприз от организаторов. Бесплатные фотозоны. Гости могли запечатлеть себя в необычной обстановке и новом образе. Че-маркет – это отличный способ новым дизайнерам показать себя, а покупателям приобрести милые своей душе безделушки. Весной время летит особенно быстро, поэтому ловите каждое мгновение. А наш выпуск подошел к концу, и нам уже пора прощаться. С вами была я, Белка Фролова, и программа «Молодежный проспект». Ваши растапливатели сердец этой весной. Вы как хотите, а я гулять. Редактор субтитров А.Семкин